Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена и мы путешествуем по цветочному магазину. Некоторые экземпляры растений привлекают не столько даже красотой своих листьев и прочим, вы просто неожиданно вдруг ощущаете необыкновенный аромат, который откуда-то идет. Вы даже сначала его видите, а потом уже можете различить, кто его источает. Есть невероятно прекрасно благоухающие пахнущие растения, которые можно выращивать в доме. Они не все легко сдаются, многие из них капризные, но вы их с удовольствием покупаете. Например, то же самое горденью, с которой потом у многих возникает немало трудностей всякого рода, но тем не менее ее необыкновенный аромат – это то, ради чего ее, собственно говоря, покупают и потом выращивают на собственных окнах. Непростые это растения, скажем так, и о них можно говорить до бесконечности. Впрочем, некоторые видео я уже выкладывала на своем канале. Можете посмотреть, какие растения еще можно закупить, которые невероятно хорошо пахнут и, в принципе, порадуют вас в вашем доме. Стефанотис – обильно цветущий, он так и называется. Растение необыкновенно красивое, обычно выращивается в виде лианы, невероятно пахнет. Так называемая датура или дурман, но это очень крупное растение с воронковидными цветами, которые источают невероятный аромат. Что бы попроще, это у нас с вами гиацинты, которые нам дарят обильно к 8 марта. И я уже тоже вам рассказывала, каким образом с ними поступают, если вы хотите заниматься дома выгонкой и сами выращивать себе гиацинты к каким-нибудь очень важным датам. Это все, в принципе, доступно, но еще раз напоминаю, это растение не для начинающих садоводов, назовем вещи своими именами. Ну, вдруг вы с ними соблазнились. Что еще можно поставить себе на окно? Те растения, которые были выносливы, например, душистые герани. Цветки их у вас могут не вдохновить, это обыкновенный калачек, но запах их листьев невероятно прекрасен. Многие из них дают аромат, если прикоснуться к листьям, подобные розовому маслу. Так вот, иногда выжимки из листьев герани заменяют дорогостоящее розовое масло. Имейте, пожалуйста, это в виду. И иногда под видом розового масла нам продают просто масло герани. И такие шалости тоже существуют. Так что не только, собственно говоря, цветы могут отстоять аромат, но и листья. Ну, и вне конкурса, конечно, здесь цитрусовые, например, тот же самый лимон комнатный, даже его листья, если к ним прикоснуться, пахнут лимоном. Ну, и цветы, конечно, тоже необыкновенно ароматные. И не только у лимона, но и у всех цитрусов, которые вы будете выращивать. В комнатах выращивают и мандарины, и апельсины, и цитроны. И цитрусовое семейство достаточно обильное. Если вам будет интересно, я сделаю дополнительное видео на этот счет, как их выращивать, что необходимо и так далее. Растения с тонким ароматом, ощущаемым лишь вблизи них, располагают как можно ближе к человеку. То есть на столе или на шкафчике, где вы можете наслаждаться его ароматом. Растения с сильным запахом, по типу гордыния или стефанотиса, могут благоухать так сильно, что иногда приводить к головокружению. Поэтому их никогда нельзя размещать в спальных местах или там, где вы находитесь очень долго. Растения, которые издают запах при прикасании к ним, то есть душистая герань пеларгонии, желательно разместить там, где вы будете контактировать к ней случайно или намеренно. То есть касаться ее душистых листьев. Душистая герань или пеларгония душистая, одно из лучших комнатных растений, ценное ароматом своих листьев. Видов ее предостаточное количество. В принципе, чаще всего в цветочных магазинах вам предложат два вида благоухающих растений. Ну, скажем, три. Гиацинт, Стефанотис. И благополучно можете насладиться их ароматом, ну и горденья вне всякого конкурса. С вами была Елена. Гenti. Гиацинт, Стефанотис. Продолжение следует...